Лыжницу Наталью Непряеву, уроженку Тверской области, могут признать почетным гражданином Твери. Соответствующей инициативой выступили члены нового созыва Общественной палаты города, первое заседание которого состоялось накануне. А в преддверии начала работы общественники приняли участие в открытии художественной выставки «Тверские герои в топонимике Севастополя» в стенах Тверской городской думы. Обо всем этом в материале нашей съемочной группы. «Тверские герои в топонимике Севастополя». Под таким названием в Тверской городской думе открылась новая выставка. Она посвящена тесной, а в чем-то даже уникальной связи Тверской земли с Севастополем. В разное время в этом южном российском городе важные военные и гражданские должности занимали именно уроженцы Верхневолжья. В Севастополе 12 улиц названы в честь веричан. Там сохранились могилы известных уроженцев Тверской земли. Многие учебные заведения носят имена наших земляков. Член общественной палаты города Твери, отец Роман Манилов, этой темой занимается уже долгое время. В какой-то момент, рассказывает автор выставки, возникла идея хоть немного систематизировать все имеющиеся сведения. У нас сложился такой проект, чтобы как-то тему связей Твери и Севастополя поднять на какой-то такой хороший уровень, на уровень администрации города, правительства, может быть, Тверского края, чтобы с городом Севастополем начались какие-то уже такие исторические связи на уровне администрации города. В итоге на свет появилась вот эта выставка. Экспозиция включает в себя сведения о по меньшей мере 20 выдающихся деятелях Севастопольской земли, каждый из которых происходил родом из Тверской губернии. Екатерина Бакунина и Владимир Корнилов, Николай Колокольцев и Николай Пирогов. Именно этих и других выдающихся личностей известны, пожалуй, каждому жителю Верхневолжья. А вот об их тесной связи с Севастополем знают далеко не все. Для того, чтобы жители Твери могли познакомиться именно с историей Севастополя и тот вклад, который внесли наши жители в его историю, мы проводим эту выставку. Как я сказал, была проведена очень большая работа. Много очень стендов, посвященных нашим землякам и Севастополю. Поэтому это будет очень интересно для наших жителей. Это новая какая-то страничка наших взаимоотношений с городом Севастополем. После торжественного открытия выставки члены общественной палаты нового пятого созыва начали свое первое заседание. На повестке дня были, что называется, технические, но оттого не менее важные вопросы. Общественникам предстояло избрать председателя и зампредседателя нового созыва общественной палаты, а также определиться с составом совета. В итоге заместителем председателя была избрана Екатерина Глебова, а председательствовать в общественной палате города в ближайшие три года будет Вадим Рыбачук. Цель и задача позитивная и глобальная – сделать жизнь в городе лучше. Это, во-первых, конечно. Во-вторых, те идеи, которые есть у жителей нашего города, донести до исполнительных и представителей органов нашей власти и совместно попытаться их реализовать. Как мы делали это в прошлом созыве, пусть эти дела будут не глобальные, мы не говорим о переустройстве мира, пусть они будут небольшие, но если они помогут одному, двум, десяти, двадцати, ста жителям нашего города, то это уже будет позитивно. И одну из своих инициатив новый состав общественников уже выдвинул. Так, на заседании было предложено признать почетным гражданином города Твери уроженку Верхневолжья, лыжницу Наталью Неприаеву. Наталья, действующая чемпионка многодневки тур-дески, уже добыла на нынешних Олимпийских играх в Пекине серебряную медаль, отметил на первом заседании нового созыва председатель общественной палаты Вадим Рыбачук. У нас есть положение, утвержденное городской думой, по которому мы должны подать заявку, и городская дума, после того, как все документы будут оформлены, проверены, должна принять решение о том, достойно Наталья Неприаева звание почетного гражданина или нет. Также в ходе первого в новом составе заседания общественной палаты были избраны члены Совета коллегиального органа. В ближайшее время будут сформированы составы комитетов. Субтитры создавал DimaTorzok